Скандалы, интриги, расследования. На днях Михаил Гаврилюк убегал от одного журналиста. И в них произошел конфликт. И знаете, мне стало интересно, почему депутаты позволяют себе убегать от журналистов? Прямо сейчас у них и узнаем. Пойдем. Василий, я с вами калкуруюся. А как вы можете принимать решение, не давать интервью? Я вас сейчас распулюсь. Вы видели видео, где Михаил Гаврилюк позволил себе рукоприкладство по отношению к журналисту? Людина надавилась под ноги. Я видел видео, где он когось поддерживал. И тут такие крутые сходы до столовой. Повернулся, упал, повернулся, упал. И он врачи разрубил так, чтобы людина не забилась. Падает человек, надо поднять его, взять на руки, посадить к себе на колено. Надо подставить ему плечо. И сказать, задавай вопросы, я тебе на все дам ответ. Что делать с таким депутатом? Вы знаете, когда в стране не работает право, сложно с ним что-то сделать. Должно быть такое понятие, как слово честь. Депутат – это публичная работа, это не партизанщина. Здесь, к сожалению, нельзя. Повернулся, и человек упал. Сейчас распулюсь. Выгонят. Так надо Мишку выгонять. Почему это Мишка? Я же вам сказал, что я не верю, что это сделает. Но вы видео смотрели? В этом случае правду сказать невозможно. Почему? Мне тяжело обсудить, если я не видел ничего, что там произошло. Если мы не начнем учить всех тех, кто позволяет себе непотребное поведение, это становится нормой. Молодец. В 2006 году был депутат, сейчас царство Небесное Олег Калашников. Была какая-то стычка с журналистом. Он после этого сложил себе депутатский мандат сам. Понимаете? Вот мы хотим узнать, почему. Вы понимаете, интересно, почему вы отказываетесь давать интригу? Михаил. Что скажете? А что говорить? Вы же видели, кого вы в Раду приводили. Почему депутаты убегают от журналистов? Есть что скрывать? Почему депутаты не дают интригу? Депутаты не убегают. Они, скорее всего, куда-то просто торопятся. Ох, вот эти сказочники. Таких выбрали. Знаете, есть журналисты, а есть люди, которые занимаются чистыми заказами. Ведь сообщить одну и ту же новость можно тоже по-разному. Кто-то хочет с экрана в телевизор в него влезать, а кто-то не хочет это. Вот и все. Вы убегаете от журналистов? Обычно нет. Я хоть раз убегал. Вы нет. Это вы запитаете тех депутатов, которые от вас текают. Мы бы только что убегали. А вы знаете, мне сказал Виктор Чемак, что если депутат убегает, это не очень правильно и хорошо. Мы можем сказать, что на следующих перевыборах за него не голосовать. Вот это самое главное. Вы должны говорить. И за партию, которая взяла такого депутата, не голосовать. И за такого депутата не голосовать. Выбегают те люди, которым нечего ответить на правильно поставленные вопросы. Золотой ты человек. А что делать девушкам-журналистам, когда некоторые депутаты, я пока не называю им фамилией, позволяют себе с ними фамильярничать. Выбегал на один депутат, я шла, он не ударил по попе. Он думает, что это смешно. Это называется тогда хамство. Я повернулась и говорю, ты что, хренел? Извините. Я ему сделала замечание. Человек не понимает. Дайте ему в репу. В репу дайте? Да, прям микрофон. Как дай ему поговорить, чтобы он не вел себя. Хорошо, я все передам. А мне ничего не будет за то, что, ну, вас же нельзя трогать. Ничего. Як-то ничего. Как он потом скажет, как и Миша, я ничего не делал. Ну, нужно написать заявку тогда. На него? В полицию? Ну, что делать? И как вы думаете, в чем по пользе решится вопрос? Думаю, вам, как жинки и журналисты, поверить больше, чем депутату. Да, не депутату. Не забудьте какую-то некорректную поведенку, а потом не все больше, чем политическая ответственность. Зганьбився. До побачення. До побачення. Дорогие слуги народа, вот так больше не делайте. Целую вас, мои хорошие. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова